всем привет на моем канале сегодня у меня на обзоре вот такой вот tv-box tanix tx9s протестируем этого гиганта посмотрим на работу его восьмиядерного процессора amlogic s912 разберем конечно же его протестируем вайфай и проведем троттлинг тест перед просмотром не забываем подписаться на мой канал кнопочка внизу также поставить лайк данному видео и нажать на колокольчик чтобы не пропускать интересное и нужное видео на моем канале вот такой вот tv-box tanix tx9s он достаточно не новый tv-box но у меня еще не было обзора на эту вот приставку она очень хорошо продается как на алиэкспресс и так и в местных магазинах в мы выясним почему так хотя процессор s912 хоть и восьмиядерный он не совсем скажем так лучше чем тот же s905 x3 по тестам они примерно в чем-то выигрывает по быстродействие вот этот процессор но потом s905 x3 logic он как бы немножко все-таки будет поновее и как мне кажется будет работать более быстрее и лучше приставка на с905 x3 и все же давайте начнем с размеров размер вот такой вот огромный я когда получил этот tv-box я был просто удивлен такому большому размеру смотрите вот это x88 mini pro приставка которая уже показывал на своем канале и вот насколько она реально меньше но она вообще малютка в 88 pro она по размеру где-то как их 96 mini да это тоже маленькая приставка одна из самых маленьких но вот это реально здоровенная коробка с вентиляцией по всему периметру причем она так просвечивается полностью здесь мы его сейчас разберем посмотрим что там внутри реально находится из того что сразу бросается в глаза также отсутствие разъема для подключения к старому телевизору и вот такой вот большой а большое отверстие для sd-карт в своем размере не микро издаем на sd-карту такой вот здоровенный разъем на данной приставке стоит 8 ядерный процессор а и logic с 912 на cortex а 53 графический процессор мали т820 mp3 до 750 мегагерц память ddr3 на этой конкретно приставки у меня два на восемь есть варианты 216 18 и 28 вот такие вот варианты есть она для данных приставок и есть варианты со 100 мегабитным вам план портом и с 1000 мегабитным то есть гигабитным lan портом заявлена поддержка hdr10 и есть доступ здесь свой лаунчер установлен забегая наперед скажу достаточно прикольный и многофункциональный лаунчер мы его посмотрим конечно же настроим я установлю здесь некоторые приложения для тестов и мы посмотрим также как она работает на тестах те же 4k видео в ютюбе проверим проверим голосового помощника как он работает из коробки если ничего не устанавливать а перед этим хочу еще пройтись по самому тебе боксу как я сказал здесь везде присутствуют вот такие вот вентиляционные отверстия на донышке этих отверстий нет сверху также просто просто сплошной корпус и по сторонам слева справа и также к их спереди нету никаких разъемов все разъемы вынесены на заднюю часть корпуса здесь также есть отдельная кнопочка для сброса вот она маленькая под иголочку есть разъем для подключения питания кстати также забегая наперед скажу что блок питания здесь 12 вольтовый будьте внимательны план порт вот такой даже с двумя светодиодами под которые показывают работу этого лан порта и 2 юсб которые вообще без 30 то есть обычный избитого ну и как я сказал здоровенный разъем под sd-карту все и больше никаких разъемов здесь нет давайте перейдем поближе к распаковке здесь также не совсем стандартный пульт идет в комплекте к разборке данной приставки посмотрим как она внутри выполнена и потом уже перейдем к тестам и просмотру лаунчера настройки и так далее ко всем тестам которые мы обычно проводим и вот в такой вот коробочке приходит тиви бокс из китая на самой коробочке надписи особо никаких нет как видим здесь с обратной стороны существующие вариации модели есть 1 на 8 2 на 8 есть 2 16 как видим здесь также отмечено 3 на 32 4 на 64 вот такие вот вариации возможно есть хотя у продавца указано только максимум 2 16 h 265 rj 45 вайфай и вот то обновление открываем и видим что здесь основную площадь коробки занимает сам тиви бокс он вот в такой вот упаковочке и вот таких вот больших хотя сказал уже размерах здесь поближе рассмотрим вентиляционные отверстия просвещаются которые я думаю очень хорошо повлияют на охлаждение тебе бокса здесь нет дисплея здесь только один светодиодик здесь также вентиляционные отверстия и с обратной стороны есть разъем питания как я уже сказал под блок питания 12 вольт кнопка сброса hdmi порт и также здесь lan порт на 100 мегабит 2 usb порта и разъем под sd карту все более ничего здесь нет на донышке также никаких отверстий для вентиляции здесь вот такие вот надписи достаем основную комплектацию блок питания как я сказал уже приходит 12 вольтовый с разъемом 12 вольтовым и сам блок питания 12 вольт и 1 ампер в отличие от основных tv-боксов которые тестировал и делал обзоры там были блоки питания почти на всех tv-боксов блоки питания 5 вольт и 2 ампера hd кабель hdmi все как обычно стандартного качества вот такая вот инструкция мануальчик и вот такой вот классненький пульт пульт мне очень понравился он очень удобно сидит в руке достаточно хорошего качества кнопочки прорезиненные не пластиковые здесь нет программируемых кнопок разъем под две батарейки обычные мини пальцы на самом пульте есть кнопка включения отключения звука и также громкость верху очень удобно мне нравится путь навигационное кольцо ok здесь кнопочка домой с обменю и возврат цифровые кнопки эмулятор курсора мыши и удаление символ вот такой вот пультик он такого небольшого размер чека и я скажу вам что сидит очень классно руки что же теперь разберем tv-бокс и посмотрим что внутри разбирается он следующим образом немножко поддевается крышка и мы можем увидеть то что находится здесь внутри конкретно вот этот tv-бокс из китая здесь присутствуют такие вот какие-то непонятные спайки достаем tv-бокс здесь сама плата держится на двух защелках достаем его и выталкиваем немножко разъем вот таким вот образом и получаем саму плату и здесь важно не оторвать wi-fi антенну которая выполнена вот таким вот образом наклеена на корпус и через проводничок подключена сам радиатор на процессоре вот такой вот как по мне достаточно эффективная технология здесь применяется такого корончатого типа радиаторы которые я думаю не позволит греться данному процессору тем более учитывая размеры самого тебе бокса и также количество вентиляционных отверстий я думаю что здесь проблема с температурой не будет мы это протестируем вот так выглядит изнутри сам tv-бокс вот она кнопочка ресета который находится рядом с разъемом питания на входе сразу стоит конденсатор 12 вольтовый фильтр план порт с вот таким вот чипом ну и разъем под sd-карту 2 usb здесь видим также инфракрасный приемник и светодиод индикационный вот и все в принципе что здесь есть внутри в данном тебе боксе теперь давайте протестируем этот тебе бокс и вот так вот стартует приставка здесь сразу красуется надпись с 912 и сама приставка стартует как а т.в. и вот такой вот лаунчер красивый мы видим здесь сразу при старте мне такой лаунчер нравится я уже установил несколько приложений сюда и также вывела вот здесь есть такой полоса прокруточки с приложениями по нажатию на плюсик здесь можно вывести дополнительно свои приложения набрал вот таким вот образом как в принципе на многих приставках здесь вот вы выведен большой значок элис это коде плеер здесь play market и netflix youtube chrome все стандартно вот здесь видим пиктограммку я подключился к сети через lan порт кнопочки домой приложения вот так вот здесь выполнено и можно прокручивать вверх вниз и кнопочка настроек здесь в настройках также можно добавить по нажатию на плюсик свои какие-то приложения какие вы хотите и вот таким вот образом здесь по добавлять своих пиктограмм вот такая анимация прикольненько также если пойти дальше то здесь можно найти вот такую вот панель где можно закрыть все открытые вкладки и сверху можно потянуть также шторку шторка полноценная вот такая вот она с настройками настройки чисто таниксовские сверху вылазят снизу можно еще получить вот такой вот навбар где есть кнопки включения выключения громкость сфотографировать можно свой экран стартовый и можно его свернуть также зайдем настройки и сначала покажу настройки таникса вот такие нестандартные здесь можно настроить дисплей увеличить либо уменьшить настроить звук поставить разрешение и можно сделать запуск с мастера настроек мастер настройки экрана запускается один раз я его вам не показал я уже настроил приставку можно поставить время поставить свою временную зону и открыть дополнительные параметры которые будут выглядеть как обычные стандартные параметры на всех остальных приставках ним мы еще перейдем сейчас идем в раздел кабель это подключение интернета здесь можно отключить и поставить статические и например если вам это необходимо но рекомендую оставить автоматически есть вай фай вай фай сейчас отключен восстановление сброс можно проверить обновления сразу же займемся проверкой обновления это последняя версия и о настройке вот такая вот такое меню о настройке модель tx9s сборка и версии android 9 хотя я покажу дальше здесь совсем не так все однозначно с версии android температура 47 градусов при этом если вы помните тесты других приставок уже она поднималась бы до 60 зайдем теперь настройки android android и сразу же заходим в об устройстве здесь также систем апдейт название tx9s статус и модель tx9s и версия также 9 здесь указано обновление системы 1 мая 19 года сборка и версия ядра здесь у нас также выведен cpu монитор который показывает загрузку есть здесь меню с дима сик в котором можно включить управление по с дима в меню звук выведен вот такие вот выведены пункты меню приложение заставка также можно включить если вам необходимо чтобы была заставка настроить по истечению которого времени будет включаться данная заставка и выключать спящий режим настройках экрана можно также настроить разрешение позицию экрана включить hdr playback settings включает вот такие вот авто фреймред настройки ниже мы видим настройку даты и времени языка клавиатуры также можно назначить кнопки отключения можно поставить на slip поставить отключение и перезагрузка есть настройки супер юзера то есть можно включить root доступ это уже очень хорошо есть вай фай эмулятор он необходим бывает для некоторых программ которые требуются которым требуется подключение именно по вай фай а у вас например подключено по кабелю спец возможностях я обычно включаю высококонтрастный текст так считается лучше more settings приводит нас настройки обычного андроида и они очень похожи на настройки старого андроида что уже наталкивает на мысль что здесь не совсем android 9 как вот здесь указано у нас в настройках это мы посмотрим в аида 64 и дальше у нас уже идут подключения к аккаунтам проблем это не вызвал абсолютно подключается быстро и без проблем на к аккаунту я подключился из коробки здесь также установлены приложения air screen здесь повтор экрана и он нужно сказать работает достаточно хорошо и качественно я пробовал передать картинку со своего телефона можно запустить air screen и даже вот с айфона передать изображение абсолютно без проблем повтор экрана и как видим без проблем повтор экрана здесь работает air screen вполне себе рабочий также здесь установлен оптоид и здесь установлен chrome коде аддонс медиа-центр мирокаст установлен youtube и тиви-центр здесь также установленные приложения для обновления вот такой вот онлайн апдейт теперь заходим в настройки уже точнее в приложении аида 64 я покажу вам некоторые здесь отличия с информацией которая есть в меню системе видим тайник ста x9 с модель устройства тип устройства тиви бокс фейк производитель amlogic бренд amlogic плата q201 и как видим всего памяти 1768 мегабайт и доступно 748 при том что установил несколько тестовых программ всего лишь указана версия bluetooth 4 плюс сейчас мы сразу запустим телефон и я проверю находит ли данную приставку мой телефон и bluetooth здесь не обнаруживается bluetooth здесь нет переходим во вкладку процессор amlogic с 912 8 ядерный на cortex a53 тысячу мегагерц процесс технологический 28 нанометров версия ревизии процессора здесь видим частоты ядер переходим во вкладочку отображения здесь видим mali t820 версия opengl 3.0 вкладка сети вот такие вот параметры показывает нам и вот у нас интересная версия android android здесь как раз таки 7.1 все попытки скрыть это никак не увенчались успехом потому что сразу видно что настройки чистого android здесь совсем другие не такие как и на android 9 и видим что здесь версия android 7.1 есть root доступ и уровень api 25 вот такие вот такая информация здесь датчик температуры показывает 49 градусов все совпадает с нашей программы которая вывел сюда подключение кодеки кодеки которые здесь есть вот они все кодеки установлены на данной приставке и более здесь нам ничего не интересно и нам интересно то что температура не поднимается выше 50 градусов это приятно осознавать давайте сразу проверим root доступ включим frd и видим что демон включен то есть проблем с root доступом здесь нет вообще никаких выходим хочу еще также проверить голосового помощника из коробки давайте включим голосового помощника я подключил пульт g20s обзор на этот пульт есть у меня на канале посмотрите очень удобный пульт я им пользуюсь рекомендую всем достаточно хорошее устройство для за свои деньги для того чтобы пользоваться android приставками попробую запустить голосового помощника по нажатию на кнопочку микрофона ничего вообще не происходит можно предположить что здесь вообще не установлен из коробки никакой голосовой помощник даже какой-то кривой косой ничего такого здесь нет переходим к тротлинг тесту запустим тот лингтест сейчас я отключаю интернет это и и и и и и и и Как видим, температура выше не поднимается. Я думаю, на этом уже можно завершать тест. По большому счету, картина понятна. Перейдем к тесту LAN-порта. Я подключил LAN-порт и тестируем LAN-порт. Пинка 1 мс и скорость здесь, как видим, 90. 100 мегабитный LAN. Неплохой результат, в принципе. Протестируем Wi-Fi сеть 2.4, которая находится в непосредственной близости с самой приставкой. Это идеальное условие для сети 2.4. Давайте попробуем подключиться теперь к сети, которая находится через две стены. То есть на небольшом удалении. Посмотрим, как поведет себя здесь Wi-Fi. Данный тест я считаю очень полезным. Потому что если у вас роутер находится на удалении на каком-то, а это часто происходит в квартирах, например, если роутер стоит на балконе, то вы должны понимать, как она будет работать у вас с вот такой вот сетью Wi-Fi, а не в идеальных условиях. Заходим теперь в спид-тест и проверяем данную сеть Wi-Fi. Вот так вот интересно все происходит. Не, все пошло вроде бы. Поначалу показалось, что приставка повисла, но смотрите, спид-тест нас выбросил почти.